ПОДПИШИСЬ НА КАНАЛ А теперь добавлю от нас, так называемые силовики. Вы позорите честь мундира, служа Медведеву Менделю, Путину Шаломову, Миллеру Грефу Чубайсу и прочим еврейско-нацистским оккупантам. Задумайтесь, почему вам, людям, которые ничего не производят, не оказывают услуг, то есть не приносят никакой пользы, по сути трудням, платят в несколько раз больше, чем врачам и медсестрам, которые спасают людей, чем учителям, которые воспитывают наше будущее и представителям прочих достойных профессий. Не надо говорить, что вы защитники Отечества. У России их нет. Это можно смело утверждать, потому что Россия находится в оккупации. Напомню, это такая стагия войны, когда все ресурсы побежденного идут победителям. Все природные ресурсы, финансовая утечка мозгов, все идет на Запад и Израиль. Единственное, пока не требуется военная составляющая оккупации, потому что для защиты оккупационного режима от народа натовский сапог с успехом заменяет местный халуй в форме силовика. По сути, вы предатели народа. Пока тишина, работайте, получайте зарплату из нашего кармана. Мы все понимаем, нужно как-то кормиться, хотя это не оправдание. Но когда начнется, проявите благоразумие. Если вы сами не можете навести порядок, очистить Русь от варья, что грабит всех нас, что наших детей лишает будущего, украв у нас то наследство, что сберегли наши предки. Если вы трусите, очистить Русь от варья, что сделало наших родителей нищими пенсионерами, что уничтожил в нашей стране образование и медицину, то не мешайте это делать восставшему народу. Для наведения порядка нам хватит нескольких дней. Если среди вас найдутся те, кто будет слушаться преступных приказов и откроет огонь против народного ополчения, такие будут жестко наказаны. Никакой пощады вам, предателям народа, не будет. Такое предательство будет проклятием ложиться на халуев и их род. Поэтому в этот день, когда все начнется, а это будет по всей России одномоментно, минимум, что вы можете сделать, это игнорировать преступные приказы. Вам приказывают идти давить народ, на который навешивают верлыки экстремистов, фашистов, террористов, могут еще и ИГИЛ навесить, а вы просто игнорируете и сидите на месте. Посылаете своего командира, отдающего такие приказы подальше. Но самый лучший способ, если собираетесь всем отрядом и переходите на сторону восставшего народа. Я не буду говорить как Мальцев, что мол не стреляете, или наоборот, потому что нам это по барабану. Мы исходим из того, что среди вас за пайку найдется некоторое количество врагов народа, которые откроют огонь. Это как среди нескольких сотен экипажей танков Кантемерской дивизии нашлось 4 экипажа ИУД, стрелявших в Белый дом и опозоривших честь своего мандира. И поэтому, повторяюсь, таким пощады не будет. Дело за вами. Если готовы умирать за яхты Абрамовичей, Фридманов, Грефов, Чубайсов, Менделей и прочих Путиных-Шоломовых, будете слушать преступных приказов. А если хотите сохранить себя в своей жизни, хотите нормальное, достойное будущее для себя, для своих детей, для всего нашего народа, чтобы мы жили не в олигархической помойке, куда свойствят ядерные отходы и отрауса всего мира, перейдете к нам. Дело за вами. Уговорить вас мы не собираемся. Продолжение следует... Продолжение следует...